Слышите, я думаю, вы узнали. Конечно же, узнали. Это голос великого русского певца Федора Ивановича Шаляпина. А теперь послушайте еще. А это голос нашего современника. Леонида Харитонова. Я вполне допускаю, что его узнали не все. Возможно, кто-то уже не помнит голос любимого певца Леонида Ильича Брежнева. Возможно, кому-то сейчас не до серьезной музыки. В основном нам просто ничего не показывают и ничего не рассказывают. Огромный пласт нашей культуры бесследно исчезает из жизни. Но это уже тема отдельной передачи. А сейчас вернемся к Леониду Харитонову. Почему, начиная свой рассказ, я вспомнила Федора Ивановича Шаляпина? Может быть, потому, что имя Харитонова я открыла для себя в стенах дома музея великого певца. А может быть, потому, что что-то таинственное и глубокое связывает эти два имени. Но подробнее об этом чуть позже. А пока я прерву свой рассказ, но ненадолго. Думаю, прежде чем начать разговор о певце, нужно его, конечно же, послушать. ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ 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 Что ж вы, братцы, приумели? Эй, теперь-ка ушам лиши! Глянем, братцы, уголую, напоминь ее души! Глянем, братцы, уголую, напоминь ее Глянем, братцы, уголую, напоминь ее души! Глянем, братцы, уголую, напоминь ее души! Знакомьтесь! Леонид Харитонов, народный артист России Интересно, как человек становится творчески одержимым? Наверное, прежде всего это происходит внезапно и, наверное, в его жизни должен появиться некто, кто околдует, вдохновит и зарядит его своим талантом Тот, кто на всю жизнь станет его богом, кумиром и учителем, чье имя как священный флаг он принесет через всю жизнь Для Харитонова богом стал Шаляпин Как-то поздним вечером сибирский мальчишка Леня возвращался домой и услышал гипнотизирующее божественное пение, доносящееся из окна деревянного дома Мальчишка, как заколдованный, остановился под окном, оттуда выглянул рыжий парень Узнаешь? Нет, никогда не слышал, кто это? Это? Это Шаляпин Шаляпин Это имя прогремело в мальчишеской голове и оставило след на всю его дальнейшую жизнь Леонид Михайлович, я знаю, что вашим кумиром, вашим богом всегда был и остается Федор Иванович Шаляпин Говорят, человек становится высшим ростом, когда он тянется к чему-то более высокому и недостижимому Шаляпин – это для вас своего рода высшая жизненная планка? Для меня так, если говорить сегодняшним языком, для меня вначале Иисус Христос, потом Федор Иванович Шаляпин, потом искусство, потом семья, потом все остальное Шаляпин – ваш кумир, а как это случилось, расскажите? Сразу, как я его услышал, я стал полностью его изучать, изучать не только пение, вокал, а всю его суть, так сказать, обращение к публике Его подход к трактовке произведений, выбор репертуара, выбор, значит, там, как репертуаром пользоваться, на какой публике какой репертуар Вот этому я учился всю жизнь Федора Ивановича Шаляпин, и до сих пор учусь, потому что чем дальше я пою, взрослею в искусстве, тем больше у меня Находится материала Федора Ивановича Шаляпин, тем больше я читаю и обращаюсь снова к литературе Федора Ивановича о нем, что он пишет, что о нем, к пластинкам к его И это моя академия, это моя церковь, если хотите, я там исповедуюсь, многие обращения к нему, такие в романсах, невидимы Леонид Михайлович, вы очень много произведений исполняете из репертуара Шаляпина, но мне кажется, это очень сложно здесь, главное не переступить грань, дабы не подражать и дабы найти что-то свое Когда я стал очень глубоко изучать Федора Ивановича Шаляпина, он как бы дал мне возможность, не делай так, как я, а делай так, как ты понимаешь Поэтому на каждое произведение, которое поел Шаляпин, скажем, та же блоха, песня о блохе Был случай, когда мне позвонили и сказали, что я больше никогда блохой не исполнял Это правду говорю, я не хочу там возвысить себя перед другими исполнителями этого прекрасного произведения Но мне было запрещено Сил был король При нем блохо жива Милей родного брата Оно ему было благо Зовет король портного Послушай ты, сюрпан Для друга дорогого Большой бархатный капитан Благое капитан Благое капитан Благое капитан Благое капитан Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ирина Федоровна Когда я с ней очень дружу Она как бы мне Подсказала тоже Эта же самая мысль Что поразительно Ты поешь как папа, но не подражаешь ему Кстати, вот этот рояль Вам, по-моему, подарила дочь Шаляпина Ирина Федоровна Это они вдвоем подарили Борис Федорович и Ирина Федоровна Значит, они его подарили Это Ибах Знаменитый Роли Алибах А подарили они мне здесь Когда он меня слушал в Нью-Йорке Она была вообще Дружили мы к кому-нибудь Она была одинокая А для меня Родная кровь Федора Ивановича Я всегда открывал рот Я слушал то, что она говорит И всегда видел Вот она говорит А мне кажется, что это через нее Федор Иванович со мной разговаривает Долгие годы вы работали В ансамбле под управлением Александрова Расскажите об этом периоде Ну, это манежи Это 20 лет От 20 до 40 Это все Это все площадки мира У Краснознаменного ансамбля Даже театр-то не давали Потому что хотели больше народа Это спортзалы Это вся элита Это концерт, скажем, там Вначале для элиты Скажем, Парижа, Лондона и так далее Городок Потом пресса Общение А когда стал солист Ну, уже тут Солистом тебя стал в ансамбле И там я получил Первое крещение Там пошел Вообще, Елена Это очень Огромная жизнь Где я почти каждый день помню Во всем помню Помню и в учениях И в познаниях Я не помню, что было где-то плохо в ансамбле Я знаю Министр культуры СССР Екатерина Фурцева Сама лично приглашала вас Работать в Большой театр Вы отказались Почему? Ну, вначале-то, наверное Пошла идея Это не от нее Я не думаю, что-то Екатерина Алексеевна Так вот решила меня туда взять Я как бы был в то время Любимчиком Брежнева А приглашение, очевидно, было Может быть Леонид Ильич Где-то проговорился А что бы вот ему не попеть В Большом театре Всю жизнь я посвятил Изучению Бориса Годунова Я его знаю Вот меня ночью спроси Вот в любой сцене Я сразу найду его настроение Его состояние Там уже не в голосе дело Уже вот это все нутро А понимаете Надо себя со стороны видеть И оценивать Годен ли ты для этой компании Годен ли ты для этой сцены Или для чего-то там Надо не переоценивать себя Знать меру, как говорится Поэтому с моим-то ростом В Большом театре басу Понимаете, это как раз Вот тот парадокс Но никак я не мог Быть солистом Большого театра Дима метели Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон.